С временем у нас начинаются драфты первой карты Ньюби против ОДЖИ. Давайте уже выведем их на экран и будем смотреть за тем, что приготовили для нас команды. Минус Висп, минус Бестмастер. Моментально, вот если мы помним, что буквально в предыдущем матче Бестмастер был полностью игнорирован обоими коллективами, то есть и MVP и LGD, то сейчас Бестмастер отправляется в бан сразу. Возможно, это уже просто на автомате. Может, это какой-то полан, а может быть, это автобан против Ньюби будет вообще все игры. Потому что с ним у них вообще очень хорошо получается. Это нельзя Бестмастера отдавать. Команду, которая с ним умеет играть, это сверх какая-то доминация. Но это и балансный герой этой версии. Вижен очень много. Да там, если хороший игрок сидит на Бестмастере, там очень много всего. Вспоминаю времена первой Доты, когда птички летали, и у них было 900 кп. Забанили Тонаса Феникса и, по идее, не должны отдавать Лайфстиллера. OG, он все-таки в этой мете очень-очень сильный. Не-не-не, Лайфстиллера могут отдать. Такие команды, как OG, если они отдадут Лайфстиллеру Ньюби, ничего страшного. Если он... Ньюби даже не будут, мне кажется, Лайфстиллера против OG, брать его на первый пик. На ФП, да, мне тоже кажется, что все-таки не тот уже, не до стадии турнира. Но весь турнир, они его спамят. Все равно в каждой второй игре, когда отдают, там всегда забирают. Ну, Ньюсер Спирит и... И Лайфстиллер таким. Слишком просто играть. Они были готовы к нему, мне кажется, пожалуйста. Ну да, я тоже думаю, что это был такой байт Лайфстиллера. То есть это явно их не удивило. Заготовочки, заготовочки, ну, Ньюби, наверное, тому и рады. Все-таки, когда у тебя такой герой, который раз-два. Не удивлюсь прямо сейчас, чтобы она не улетела в банк увидеть ДП. Миракл, Миракл на инвокере, да, да. Но ДП... Мидер уже есть. Я больше на какого-то Дизраптора думаю. Или Леона, которым играют постоянно, Чуань. Леона можно забрать, да. Лучше Леона забрать, а потом уже подумать. Вот Леона, я просто думал, что он в пермобане, а его нету тут в пермобане. Дизраптор тоже неплох. Дизраптор хороший. Любые вот эти герои, которые под Лайфстиллера на линии могут законтролить. Ну и вообще по игре. Вдвоем прогнать, дать свободу Флайу, побегать там. Да. Ну, Леон. Я думаю, что не будут спешить с мидером Ньюби. Куда им спешить-то? Просто и Деспрофит на второй пик. Не, это нормально, и некоторые берут команды, но по-моему, это все-таки не идеальное открывание. Да нет, суппортик, да, суппортик нужен, конечно. Я про Леона вообще с головой вылетел, поэтому с Леон это тоже идеальный пик. А он есть. Первый раз на турнире OG вообще играет против Флайш-церене. Опа. Это интересная статистика, кстати. Попадалово. Сейчас они такие, блин, что-то неудачно. Но я думаю, они готовы все-таки играть против Лайфстилера. Да ладно, Ван, Лайфстилер это все-таки не какой-то герой, которого нельзя победить. Например, Морфом тем же. Например, Морфом. Целый день, даже полтора дня было у Ньюби, чтобы подготовиться к OG и наоборот. Поэтому я думаю, что сейчас команда просто как зубок знает своего оппонента. Как зубок? Нет, не знаю. Как зубок. Неплохо сказал. Да-да-да. Будут банить своих мобильных героев. Ладно. Хотя непонятно, зачем OG сами банят Вивера. Я думал, что это Ньюби будут банить Вивера в Морфом против OG. Нет, они банят Вивера, потому что... Хау на Вивере. Хау на Вивере. И в предпасных предпасных матчах как раз против Fnatic у Ньюби было и Вивер в одной, и Лайфстилер. Ну да-да-да. Ну там так вышло, потому что нужно было контрить как-то Лансера. Кстати, насчет Лансера OG могут по какому-то... Вивер и Лайфстилер не такая уж и сильная контроллансер. Просто Лансер их сам не может убить, и они его. Ну как они его? Они же демидж наносят. Рано или поздно там были какие-то АОЕ в той игре, все-таки иллюзии проседают. Пока Лансер 5-6 лотов его убивают. Лансер для OG может заехать. Ну да, я вот тоже думаю, что Лансер для OG может заехать. Убирают просто героев для Хао каких-то, потому что понимают прекрасно, что если сейчас они возьмут одного кэри о OG, то Ньюби возьмут еще одного. Ну так и будет в этой игре. Чем больше возьмут OG, тем больше Ньюби будет отвечать кэри, потому что они никогда не будут играть в игру, где у них меньше кэри. Они не спешат никуда. Никуда они спешат, да. И Тейт Хантера могут купить потом. Кабинки проплачены, никто не выгодит. Мы тут посидим пока. Заманил Алхимика, хотя не думаю, что у Ньюби был. Хотя, если фармить, никуда не спешить, очень даже ничего герои... Да в любой момент могут взять, на самом деле. Ну, то есть, забавили только что. Я понимаю, что в любой момент могут взять. Лайстилер и Алхимик это очень сильно, на самом деле, поэтому нельзя отдавать вот так вот к себе двух кэри. Достаточно жестко, действительно. В свое время это была такая жесткая на X-бомба, когда Алхимик собирался через даггер. Медаль постоянно. Сейчас они просто в два кэри собираются, фармят, а потом тебе щит так разбивают, что ты вообще ничего не понимаешь. Просто бегут, у тебя две туши по 3000 хп. И под какими-то еще с лордарами. И мечами тросу. Вот там, да. Не очень приятная речь. Ты вроде одного убиваешь, а тут второй. Да. Иногда ни одного не убиваешь. Иногда ни одного не убиваешь. Просто забивают. Стоит забрать самим какую-то венгу, чтобы свапать от лайфстилеров, в то же время не отдать контрит битрайдера. Есть подозрение, что Ньюби не особо-то будут брать два таких саппорта. Они любители лесок пофармить или даблами пойти. Как-то так. Хотя они могут всегда взять венгу и поставить ее на даблу, на топ тоже, как-то так. Или на легкую. Надеюсь, Сюга сейчас в драфте ошибутся, возьмут тут помойку. Потому что я болею за Ньюби. Неожиданное. Неожиданное желание. Мысли вслух. Понял. Прорываются, да? Все еще в пуле Слардар. В принципе, для Ньюби неплохо смотрится. Под ту же бомбу, против таких дохленьких персонажей. Мне кажется, они будут спешить Слардаром. Опять же, они хардлейн оставляют на ласт пик. Специально, чтобы, если что, этот хардлейн был еще одним кэрри. Или можно было лайфстилера отправить на хардлейн и взять кэрри. То есть они всегда так делают. Вот у них постоянно ласт пик. То вивер, то вот эта нага, то там еще что-то. Они ждут до последнего. Смотрят, что будет у противника и решают, как им лучше сыграть. Какао, на самом деле, да. Он играет вроде, ну, распик проводит вроде дефолтно, а на самом деле очень умно. Нет, там очень хитрый распик, да. Тем менее забирают венгу. Но это OG забирают. Ну да, я говорю, заборовать, чтобы не отдать Ньюби. А, ну это правильно. Я имел в виду, что просто Ньюби не нужна совсем, наверное. Действительно, им-то, может, и нужна, но они вряд ли бы брали. Мне кажется, герои... А вот для OG-то, конечно, хороший герой. Герои для Му можно взять сейчас. Или как раз... Ну да, герои для Му, наверное. Да уже можно потихоньку брать. Потом взять суппортик как раз и закрепить это все оффлейнером. А кем может сыграть у нас Му? Ну, в принципе, Деспрофит все еще осталось. ДК все еще остался. Но как-то ДК, наверное, против Инвокера. Хотя, в принципе, нормально он там стоит. Все еще и всякие Эмбер Спириты, как бы. Вот и Свардар. Эмбер Спириты, да. Свардарчик. Все. Такое. Измены. Красава. Вообще, это агрессивная игра получается от них. Очень это будет постоянно. Это Лайфстлер-бомба в Свардарчик. Ну, это неплохой герой все равно, даже если ты говоришь, что укреплять лейт, это тот герой, с которым может даже один корр, ну, или два уж точно, выигрывать у трех, там, даже у пяти кейри в лейте. Да нет, следующий герой просто будет ДК, скорее всего. Очень простой, длин. Фестбомбы. Может трансформиться тоже, если что, вкрутить кому-нибудь. ДК похоже на правду. Деспрофит тоже может быть все еще, потому что... Она тоже хороша с Лордаром, на самом деле, под Амплифайем духи начинают очень жестко выедать людей. Так, нам нужен для ЛДЖ четвертый герой. Дум, Лич. Да, что-то нужно. Кстати, насчет льча. Акс против таких вот, Лайфстлер-бомба в Свардарчик может на себя агрить, в принципе, и... И в лес, вроде, пока никто не придет. Но у них, конечно, будет немножко... Ох ты ж. Рубик. Немножко... Эти Рубики начинаются, помните? Начинаются, да. Ну, крит на Рубике просто очень хорош. То есть верят в этого парня, что он сделает пользу. Ну, и, очевидно, ОДЖ, конечно, виднее. Но мне тоже казалось, что какой-то лич мог бы быть поинтереснее. Вообще, ОДЖ могут все это подкрепить, в конце концов, волком. И у них получится, в принципе, довольно агрессивный пик с Аурой, Вингой, ломать пушки с Фварджи, там, Хауль везде помогает. Сереж, вот Рубик это то, что ты ждал от ОДЖ? Нет. То, что ты не просил. Они могут дровку еще взять на ласпик, на самом деле. Вообще, могут, могут. Они хотят, походу, тут играть слишком агрессивно до самого начала ОДЖ, поэтому это второй статичный субборт. Ну, они хотят, они бегать, хотят, они ромить, хотят, они загонять с лордара, хотят, они приходить на миду, убивать. Хотят, хотят навязать агрессию с самого старта. Да-да. Ну и чем ответит Ньюби? Ну, по этому поводу, в мид бы взять какого-нибудь… В Антарктику. Ну да, я только как бы развивал мысль о том, что взять бы в мид какого-нибудь героя, который сможет уходить, но это не про Ньюби, то есть, рассчитывают они, что Му и так не умрет, но вообще Деспрофит очень уязвимый, конечно, против Инвокера, Рубика и Винги. Будет очень страшно там стоять. Больно будет, больно. Ну там прям, да, только пропали суппорты, и тебе уже надо вообще подвижку. Нет никакого сейва от Лассо. По-хорошему. Один герой туда приходит, даже самая Винга на какой-нибудь ранней стадии, пока, ну, сифон там нераскачанный, Макс, просто под одну Вингу, под Инвокера и ТВДП, которая не армированная, вообще просто рук забивает там. Под один стан, сам страйк, и всё, она минусует уже. Время Винтера и Виверна для Ньюби, которая будет подсеймливать? Я думаю, что будет какой-нибудь герой в стиле Рикки Мару или такого Ромера, потому что всё-таки много сладеньких. Можешь помешать там Бэтрайдеру в лесу, чуть-чуть Инвокера погонять в центре. Не будут просто так оставлять один на один, будет очень жёсткая, я думаю, такая борьба за мид, за помощь мидеру, чтобы дать доминации своего. Интересно всё-таки, чем Аджи будут играть. Действительно, Волк интересен, дровку забанили. Она смотрелась, они так как-то аккуратно к ней подходили. Вроде Инбокер, вроде Вингусик. По Рубикам мы отведём глаз. Ну да, а потом смотришь, в принципе, четыре ренджа, фаржи, там ауры, всё при них. Но, собственно, Волк-то остался, на самом деле он здесь неплохо. Да, а Китай у нас Лайкана не любит. Можно поджать очень жёстко с Волком просто. Ну да, ну да. Любе какой-никакой разгон нужен всё-таки. Для Сардара, Блинка, для этой бомбы. Берутся вот такие два героя, которые с нюками на линии стоят. Вот такие герои, как Волк, чтобы у него проблем не было. Чтобы он стоял и формил, стоял и формил. А мы будем пулить и пулить, пулить и пулить. И если какой-то герой придёт, мы убьём. Вместо Рики Баунти Хантера взяли для развлечений. Парк открыт, так сказать. Не, это хороший выбор, конечно. Контролировать именно вот этих двух саппортов. И плюс с твоими личниками все, ну все герои твои будут бегать быстрее в драке. А для Лайвстилера это как нельзя важно. Ну да. Ну мне нравится, что БХА сможет наблюдать за Вингой и Рубиком. Как раз таки не давать им спокойно гангать Диспрофит. Это очень важно. Это, наверное, основное, что за задача БХА. Волк как бы норм, но если ты не продавишь, ты проиграл с этим Волком. То есть, возможно, они хотят что-нибудь более на верочку взять. Свен Лайкан. Свен, кстати, хороший. Воид. Не, воид. Воид на фиг не нужен. Сларк. Тут именно, чтобы кто-то прыгнул и разбил щи. Это Свен. Это Свен. Разбил щи. У Ньюби нравится побольше. Все-таки под треками эти жирные Слардар и Найк все будут прорываться, убивать. Ну тут по игре, на самом деле. Может произойти абсолютно все, что угодно, потому что начинается финал винаров манильского мейджора. Ньюби против OG комментируют Лекс и Готхант. Вам слово, ребят. Спасибо большое, Иван. Доброго утра, дорогие зрители. Привет, Алексей. Привет, Виктор. Привет, зрители. Матч Ньюби OG. Многие считают, что финал завтра будет примерно такой же, что Ньюби OG это сильнейшая команда. Считаешь ли это, что это правда? Ну, не стоит загадывать, потому что у нас сегодня еще Liquid, которые могут пройти дальше, как и LGD, которые разгоняются по ходу турнира очень сильно. Я бы не делал каких-то поспешных выводов. Мы не знаем, как закончится сейчас матч, а представьте, что сейчас будет вообще 2-0 в салат. А мы такое уже видели, особенно от команды OG против MP Phoenix. Да, поэтому не хочется загадывать. Хочется посмотреть интересную доту. Во-первых, две разных школы, две агрессивных команды, которые сталкиваются сейчас. И это действительно важный матч, потому что выход в гранд-финал для Ньюби – это вообще уже 100% инвайт на Инд. А во-вторых, ребята пришли сюда с квалификацией. И добраться до гранд-финала через квалификационный слот – это очень круто. Ну, что вам у нас? Представление команд. Крид. Сложно, конечно, понять. Мы видим на Рубике. Миракл Инвокер, конечно. Да, очень все рады были, что дали ему Инвокера, Moonwinder, Batrider. Но Тейл, который будет играть на Свене. Ну, и Ньюби. Кака на Баунти Хантере. Moon на Death Profit, который наши аналитики, в принципе, и предсказали. Хао на Лайфстилере. Чуань на своем сигнатурном Леоне. Ну, и КПИ на Слардаре. Драфт у OG очень похож на драфт шанхайского мейджора. Появление Свена, Инвокера, даже самое Винга. Очень часто эти герои впикали вместе. Вообще, мы с тобой прогнозировали появление Дроу Рейнджера. Но забанили ее все-таки пятым баном. Возможно, стоило ее вместо Рубика забрать. Если, конечно, была цель вообще на нее. Потому что сейчас... Но очень хорошо смотрелось. Да, четыре уже. Дафор, Спирит и Аура Винги. Прям... Это какие-то быстрые Рэшаны могли быть. Но, тем не менее, Свен также неплох. Свен неплох будет против Слардара с Amplify Damage. Будет Варкрайм этот минус армор перекрывать. Мы вчера это обсуждали. Как раз это неплохой, скажем так, контрпик. Ну и КК. Приходит мидл. Начинает потыкивать. Да, неприятно здесь будет инвокеру к нему. Уже присосались. Приходится отходить. Как же ему больно. Не-не-не, нельзя погибать на первом уровне. КК! Санстрайк! Выживает. Выживает здесь Миракл. Подтянули. А у него большие проблемы. Еще буквально тычка. Это ферстблат исполнения Миракля. Просто невероятное начало от OG. Напомню, что Миракл еще в плывовке не погибал ни разу. И, конечно, так погибнуть он не мог. И ферстблат для команды OG. Проблема у Слардара, на самом деле, его очень сильно размяли. Сейчас придется отбиваться флаской, понятное дело. Ну, и это очень сильный буст, на самом деле. На первой минуте забрать ферстблата. Еще и для мидера твоего, когда на него была атака. Да и морально скорее. Даже не то, что и по золоту, но и морально. Когда вы идете вдвоем убивать, приходит и убивает вас. Если не ошибаюсь, 50 на 0 на данный момент. Если правдива была статистика с 49 на 0, сейчас это был 50-й фраг. Да, с возможностью скоро Миракл пройдет и дота с такими освехами. Моун получает Open One Day. Нет Firefly. Отсюда его, конечно, никуда не отпустит. Моун, подкоп от Чуаня. Удар. Фраг для команды Ньюби. Перебыковал немного, на самом деле. Без Firefly куда-то так заходить глубоко. Ну, вот она тут же ошибка от OG. Да, батарайдеру будет очень трудно даже с появлением Firefly. Потому что, опять же, и подкоп, и Хекс, и Open One Day. Все это вместе будет очень трудно. Моун устоять. Возможно, в перспективе просто уйдет в леса фармить. Наверное, будет самое правильное решение. Выход на Свардара. Ну, Свардар очень плотный. Пурманшилл себе купил и попробуй пробей его. Рубик там, конечно, пытается как-то тыкать. Но, разумеется, этого дэмэджа не хватает. Появление рун. Натопил нас Баунти. Ее тут же забирает Баунтихантер. На бот ими дабл дэмэдж. Достается Vengeful Spirit. Кстати, можно выйти? Можно попытаться выйти вниз. Вот с ДД, либо вниз, либо на центр. Там стоит, правда, Вард. И все видит. Sunstrike. Есть от Miracle. Очень близко. Пошел Сифон. Miracle нужно отходить. Miracle зачем-то развернулся. Будет Swarm. Miracle погибнет или нет? Есть Swarm. Miracle живет. Остается буквально 50 хп. Нажал фласку. Но, возможно, прицеление на базу. Мог эту тычку пережить и потом отпиться спокойно. Но нет. Поторопился. Побоялся, скорее всего. Трудно рассчитать эту тычку. Swarm первый оказался, а не второй. Если был бы второй, конечно бы, инвокер бы погиб. Да, сейчас мне кажется, что просто публика болеет на то, чтобы Miracle не погибал. Вот я слышу, что происходит у нас за спиной. А он байтит на себя. Он байтит, да. С этими лоу хп. Стоит и говорит, давай подходи, подходи, подходи. Ему уже один раз подошел. Закончилось это очень плохо. Оказался, здесь Рубик. Ну, пока противостояние Миде 8 на 1 против 11 на 3. Ой, публика начинает подсказывать. Слушай, я говорю, тут Miracle очень сайвит сильно. На удивление. Любит его. Публика. Курьер. Курьер очень опасно. Баунти Хантер, скорее всего, есть. Жена, да? Летает. Ну, смотрим. Курьер полетел. Кака! Заметил на него спелл. Очень близко. Публика так реагирует даже на Курьеров. Смещается Кака. Есть у него вард. Там, правда, с Энтри у Miracle, поэтому так просто не выйти. Да и будут с ФТП того, что у Рубика либо у Винги телепорта нет. Зато есть у Рубика, да, нам это, собственно, не показывают. Надо уже лететь тут, на самом деле. Там же в медле бьют Miracle, но покажите. Да, вот. А можно разворотить. Miracle. Телекинез есть по Му. Му по Сифону. Мирacle все-таки убивают. Первая смерть за плей-офф. Му отсюда уйдет. Ну, это плюс мораль. Как минимум. Сифон тут, на самом деле, немного не скоординировались с Рубиком, потому что надо было в разные стороны разбегаться, чтобы разорвать Сифон. В итоге не получилось, и дэмэджа задовки от Банши хватило. Руна для Муна. Это руна Инвиза. Не можем лететь на линию, получить немного опыта. Кейпи 4 на 0. У Баунти Хантера пока 0-0 по крипам. Отдается нейтральным крипам, чтобы восстановиться и быстрее вернуться на какой-то лейн. Ну, как видим, пока что Майкерри формят. Ластилер 26, Свен 23. Деспрофит и Мокер также стоят очень ровненько. Крид снова выходит в миддл. Хотя ночь. Вижена у Му не так уж и много. Правда, вот один вар, сейчас он спалится как раз-таки. Все, Рубик спалился. Выйти не получится. Да, здесь же БХ. Я так понимаю, это Мабуз Батла пошел. Да, все верно. Левел 5 уже у Му. Очень больно пробивает сифоном. По Рубику будет летать прям очень сильно. Да, ну и грыжные стики у нас у Инвокера. Также базилкой обзавелся. Интересно было бы посмотреть, что было бы, если бы появилась Дроу Рейнджер. Потому что мы знаем, что Мирокл свободно играет на Инвокере через Меку тоже. Может команде помочь. Интересно. Обновляет ребята варда и здесь. Очень варда полезный, по мнению Нюби. Стан по Нутейлу. Будет, если что, Санстрайк. А, извиняюсь, Санстрайка не будет. Стан от Нутейл. Нутейл получает Хекс. Подходит сюда Чуань. Бьет дальше. Подкопал Чуань. Вейвов террор. Нутейл крашен минус. Ну, конечно, свапы еще нет от Винги. В другой бы ситуации подсейвили. Но не сейчас. Телекинез. Телекинез на Му. Ставится Айсволл. Мирокл. Сифона два от Му. Пошло Му. Очень плохо отжирается под сифонами. Но демоджа от Мирокла не крита больше. Много минус армора сделали. Поэтому буквально еще пару тычек надо дать. Ты посмотри, какая увесистая. Но не хватает. 52 хп. Под Вардом бежит Му. Санстрайк через пять секунд появится. Можно его будет кастовать. Будем смотреть. Попытается ли Мирокл совершить чудо. Да, есть. Есть Санстрайк. Как же близко. Ну, если бы это был фраг, я думаю, толпа бы тут разорвалась. Кака. Уже инфестбомба. Нотейла второй раз. Буквально за пару минут пытаются убить. Понятное дело, что капает до нее доберется. Будет ли стан от венги? Стан. Нотейл стоит. Заканчивается действие Варкрая. Минус Нотейл. Да, бедный Нотейл. Хоть и ПТ, хоть и Стики, хоть и Варкрая. Но этого не хватает. И пока Нотейла гнобят. Чуань на топе. Подходит сюда Му. Есть секс по Муну. Есть сифон. Есть сворм. Мун очень больно. Фэрфлай деможение. Хоть этого Му хоть как-то пробить. И Мун улетит. Ли Сворм уже имеется. Сворм. Мун минус. По всей карте пока Ньюби истребляют. Просто OG. Но самое обидное, конечно, смерть Керри. Да, Свен возможно надо уходить. Два раза подряд погибает Свен. Саппорты не могут особо сейвить. Там Винга дает стану. Все. Свапа еще, конечно же, нет. Левел 3. Всего лишу саппорта команды OG. Это очень мало. 1-5. Пока Ньюби ведут. И выглядят они поинтереснее, посильнее. Но это только начало. Все-таки это инвокер от Миракла. И все-таки это, в принципе, инвокер, который попадет Миндаса и потом выходит на топ Нетворсы. Показывают, как фармятся стаки. У нас стакали для Свена очень много. И хоть как-то он сейчас поднимется по Нетворсу. Но на самом деле его бустанули там сильно. Но это Свен, он всегда разгоняет фарм. Мун тоже пытается пофармить Лиса. Разапнет немного Баунти Хантера. И БХ уже почти, или даже сейчас получит пятый. Нет, 30 опыта не хватает. Все приятно. То есть с покупкой книги уже там левел 6, я думаю, будет. То есть трекки появятся не на двадцатой минуте, а на десятой. Что же, плюс можно выходить и убивать. Киллов у Ньюби хватает пока. И делать какую-то инфест-бомбу с треком намного приятней. Это факт. Как тебе решение отдать Леона команде Ньюби? Учитывая, что там винрейт какой-то просто заоблачный 90% плюс. Но они отдают и снова Леон невероятно хорош. Почему его отдают? Почему его не банят на первой стадии даже против команды именно Ньюби? Не знаю. Не такой ценный герой ведь, но это все-таки опять же Ньюби. Ну вообще это самый крутой, наверное, инициатор. С появлением даггера вот этот инстахекс. И снова инфест-бомба. Да, пока шестого нет. Баунтихантера. Мувин Лейс какого-то не хватает, чтобы быстрее по карте передвигаться. Сейчас, возможно, даже пытаются Муна найти. Да, не могут. Они примерно его видят на Варде. Он знает, я думаю, примерно где находится. Да, Вард стоит. Варде вообще хорошая команда Ньюби. Посмотри. И на центре есть, и на топе, и на ботами. То есть везде. Они видят перемещение всех героев практически. Но Мун очень аккуратен. Пока не доставляется. При этом ты не знаешь дела Эвстилер. Он может находиться в лесу. Он может находиться в Баунтихантере. Баунтихантер тоже где угодно может быть. Но вот Хао решил то, что слишком много времени. Он тратит на поиски кого-либо. Фарм в это время стоит. А Свен то, скорее всего, фармит. Отставать от Свена никак нельзя. Пока непонятен пик Рубика. Потому что наши аналитики усомнились, почему же Рубик. И пока этот Рубик и правда не особо полезен. Есть что воровать на самом деле. Даже самый банальный Amplify Damage может быть очень полезным для Свена. Не говоря уже о треках и так далее. Пойдет Стан. Кейпик. Дес есть. Стан от Винги. Должны затыкать. Должны затыкать. Затыкали. Прилетает сюда. Мой экзорцизм есть. Прожимать его не стал. Но всех крипчиков, понятное дело, заберет. Да, тут очень много крипов. Деньги. Поэтому прилетел. Ничего страшного там нет. Очень важно было убить сейчас Кейпи в этот момент. Что он баапнул шестой с этими крипами сто процентов. А, у него уже есть шестой, извиняюсь. Что же есть. Ну, убивать вообще хорошо. С Лордара давая блинка это не вырисовался. Быстро слишком. Там на минуте пятнадцатой, например. Вот он БХ пришел в мидл. Дофармить себе ультимейт. Главное, чтобы никто не мешал. И вот этих ребят. Уже палец самый главный есть у Леона. Транквилы также имеются. Быстро передвигается. Они убивают любого сейчас с помощью вот этого фингера. Подкоп, Хекс, Сифона. Это минус любой герой на карте. Кого бы мы не нашли. И будет выход на Миракла на центр. Кака самый первый? Миракл почувствует ли опасность? Миракл. Аккуратничает. Аккуратничает. Там в это время на топе также выход. Трое в смоке, я так понимаю. Бэтрайдер без. Это даже... Главное лассо есть. Главное имеется лассо. Пошел телекинез. Будет ли стан. Нельзя дать поражать рейдж. Пошло лассо. Утаскивает под вышку. Ну и заканчивает сейчас рейдж. Пойдут станы. Успел запрыгнуть в крипа. Великолепная игра от Хао. А что ты сделаешь? А. Ни. Че. Во. Ну и рано или поздно крип упадет. А он сейчас упадет. Крип падает. Хао нажимает рейдж. Стан от Нутейла слишком поздно. И Хао отсюда спокойно уходит. Ну вообще есть какой-то тайминг у стана Свена. А рейдж так остается мгновенно. Поэтому... Было бы очень трудно подцепить. БХ. 7 стопа-то не хватает до трека. Да, он уже и книгу скушал. Но это был выход. Четырех героев. Пошли треки. Опа. И ворует крит. А вот это полезно. А вот это неколебно. Я тебе об этом и говорил. То есть воровать есть. Что треки, амплифай, экзорцизм. В каком-то удачном файте можно спионерить. Поэтому... Миракл на центре. Под копись. Отлично. А что они просто кончиком подцепил. Му под экзорцизмом. Пошли сипоны. Сворм. Фингер. Миракл на жалстике все еще живет. Но слишком много урона. Тут такое пережить невероятно трудно. Ну, под сейва никого опять же не было. Решили сконцентрироваться на пуши в вышке на топе. И товар падает. Да, деньги для Нутейла должны быть. УГДС поражат уже. Считай готов фармлет. Стаки нэншетов команды УДЖИ я пока не вижу. То есть этим не занимались ребята. Сверно фармить там пока нечего. Вот с треком может быть попытаться какой-то смоук сделать. Покупается книжка для флая. Сейчас появится свап. И в инвизии Мун. Ему блинг. И не нужно сейчас, чтобы ворваться кого-то и убить. На центр смещается УДЖИ. Смотри, практически в полном составе. Готовы пушить. Готовы навязывать файт. То есть мы идем и пушить. Но если хотите, то приходите и повоюем еще. Без проблем. Экзорцизма нет. УДЖИ это прекрасно понимает. Поэтому иди не хочу. Там Батрайдер полетел в инвизии. Готов цеплять. Подцепили Чуаня. Санстрайк на Чуаня. Без Чуани боевать Ньюби не должны. Это бессмысленно. Экзорцизма нет. Чуани нет. Все. Доброго давать. Просто отдать вышку. В идеале в это время поформить остальные лейны. Забрать руны. Да, мы видим, что килл был под треком, я так понимаю. Да, конечно. Там еще Курьер у Пола Рейдентов. Видимо, Баунти Хантер его подрезал. Он был пустой, но тем не менее, это Курьер. Крит. Телекенес на КК. Снова килл под треком возможен. Со страйка КК минус. Слушай, обидно, наверное, погибать, когда ты Баунти Хантер по трекам. А зачем? Надо было вскрываться вообще. То есть шанс на Дасты всегда имеется. Тем более, они были у Рубика. Там тоже Курьер погиб. В этот раз уже просто команда Ньюби. Ну и вот У. Девятый уровень. У практически готов. Баунти Хантер покупается. Ну пока Баунти Хантер только треки свои раздал, получается. Сделал хуже. То, что у него ультимейт появился. Редко, но это бывает. Вот Натейл ожидается свой армлет. Пока там рецептик отдыхает две минуты. А он только докупает его, на самом деле. Ну там деньги они были. Решил продать. Деньги пока не тратить. Кстати, у Слардара появляется блинк. Это 13 минуты. Это очень быстро. Инфес бомба тут же. Со Слардаром. Любого заберут, в принципе, через стан. Через Amplify. И ни у кого шансов нет. То что и какая, если что, подсобит тосиком. Есть телепорт на топ. Летит туда Рубик. Рубик, конечно, это очень легкая цель. Крит. Sunstrike пошел тем временем от инвокера. Спалил он в КК. Но тут Миракл тоже спалили. Серикен минус Миракл. Без шансов. Ну, слишком много дэмэджа пока. Стан, Amplify, Lifestealer, которые еще и инфестом наносят дэмэдж. Без шансов. Да, пока, на удивление, Миракл очень много погибает. Так сказать, за все предыдущие игры решил баланс совершить. Там уже внутри смерти у него. Это много. Хотя Панетворс опять же 5900. Потому что он фармит. Потому что Мидас. Он с Мидасом, да. Стан пошел на Флая. Ворвались. Мун запрыгнул. Тут же получают Сайланс. Флая пытается уйти. Будет ли Ванды? Есть Ванды. Станчик по KP. И Пимун пытается утащить Хао. Пошел ДОС. И тычка от Хао. И просто Хао пытается уйти. Крит. Amplify. Еще тычка. Конвейер. Я не совсем понимаю, зачем вы воюете два саппорта в лицо флейн. У вас Свен фармит внизу. У вас Свен Вокер в таверне. Но вы врываетесь. Даете. Продайте этого Флая. Продайте. Все. Забейте. Но вы врываетесь с Батрайдером и все. Ладно. Тут конечно OG ошиблись. Пошли именно к конвейерам. На них это не похоже. Обычно играет намного аккуратней. Появляется Блинк у Леона. Это 15 минут. Это уже два Блинк Даггера. Ты представляешь, что это такое? Блинк на Леоне и Блинк на Салардаре на такой минуте. Это жестко. Ньюби сейчас пойду давить. Все. Только по ультимейту без профит. Они же под треком еще киллы делают. Не стоит забывать то, что и Баунти Хантер сейчас апается очень сильно. Если он выживает в файтах, он соберет какой-то Владмирс или Мекку или Гривсы. Что еще хуже? Ну, как раз Хедреско появляется у Кака. Ну, вот что это будет? А, ну, Хедреско и Арканы. То есть, скорее всего, это и будут Гривсы в будущем. Наконец-то вот он Армлет для Тейла. Подъедет. Хотя нет. Он все продал и купил Блинк. Да, надо. Решил, что пока пусть будет Блинк. Армлет дофармит попозже. 4-10. Пока не убиведут. По Нетворца мы видим, что Лайфстиллер и Деспрофит топ-1 и топ-2. Да, не сильно, конечно, Лайфстиллер обходит Свена. Но преимущество некое есть в тыченку. А при том, что у Лайфстиллера Армлет, а у Свена Даггер. Фармит Лайфстиллер должен чуть быстрее. Под Бардом бегают. А тут уже и Сэндж сверху. Да, там Блинкер запакованный. Статовый, статовый. А персонажи, которые доставят его в эпицентр файта, есть? То есть, это Сэндж, то это может быть даже не Сэндж, это может быть Алибарда какая-то против Свена. Это артефакт, я слышал, неплохой. Я думаю, что это будет просто Сия, на самом деле. Для быстрой беготни, скажем так, трек. Но конкретно здесь Алибарда, она также неплоха. Да, я не смотрю. Она очень хороша. Именно за счёт того, что даёт себе Эдизарм. И плюс ко всему тебя пробить труднее становится. Потому что по тебе не попадают герои. А тут физ урона, согласись, его много. Это Свен, это отчасти инвокер, это отчасти венга, да. Что бьют ребята больно. Неужто пойдут на Рошанчика? Или попытаются кого-то найти? Лучше кого-то бы найти, убить и после этого пойти на Рошанчика. Вот это было прям оптимально. Да, Рошана не убивают. Сейчас тычка возможно будет. Мун. Мун. Будет ли врыв? Нет. Потащили. Тут же Вандея, тут же трек, тут же Хекси. Мун погибает. Нет, его засейвили, всё-таки добивает его Хао. Пошёл Амплифай. Нотейл начинает воевать с Мууму. Чем более поднимает все в Юл. Нотейл получает сюрикен. Мирус у Нотейли есть. Подкопали Миракла. Убивает также Виншову Спирит. Миракл 1-1 воюет против Муум. Finger of Death от Чуани. Минус 4. В исполнении Ньюби. Погоня от Чуани. Дальше за Критом. Краш от Крита. По двоим это неплохо, но этого мало. Там будет даггер. Там будет даггер. Фингер в ответ от Крита убивает. Здесь Death Profit. Unstoppable Death Profit. Крит. Телекинез на конца живет. Закидывает Чуани. Чуани станут. Это все же Мирус. Но Крит сделал максимум в этой ситуации. Фингер сворывав. Убил Death Profit. Получил очень много денег. Сыграл великолепно. Спору нет. Но то, что погибли в пятером. Все-таки мы видим преимущество в сторону Ньюби. И по XP, и по золоту. Опять же не погиб Корр. Да, не погиб. Это Life Stealer. Который имеет уже 8 500 Net Wars. Еще недавно он обходил СВН на Тыщенку. Уже на 2 после этого файта. И, соответственно, будут появляться айтемы. Да, показывают то, что летит Яша. Это все-таки Сия. Ну, лишняя мобильность. Атак, спид и так далее. То есть, неплохой артефакт. Но Тейла показывают. Нет, один в поле не воин. Надо плюс один сюда. Но Тейл все-таки с Армлетом, с Варкраем. А вот с этим парнем... А вот с этим парнем... Да, можно, можно поболтать. Еще ТП на Т1. По душам. Уходит. Да, но Тейл понимает, что по ходу к нему выехали. А он видел. Там Вар стоит на секрет-шопе. Поэтому прекрасно все на Тейл понимал. Что, по-моему, Техантер здесь также может находиться. Ну, вот вроде что... Банша пока очень сильно смотрится. Не могут ее зафокусить. Банша-то смотрится сильно. Ну, вот смотри. Инвокер 3-4-3. Но при этом Нетворс, опять же, очень хороший. Опять же, Мидас и идеальный фарм. 104 крипа дают себе знать. Но у Джи надо собраться, потому что ошибок немало. Батрайтер не может нормально оборваться. Саппорты пока что хромают. Рубик вроде что-то имеет, но конкретно в файте пользы немного. Ну, на самом деле Батрайтеру тут очень трудно. А получать хекс постоянно, станы, тосы, все это тебя замедляет. Или станет утащить кого-то проблематично. Форстав нужен. Да. Неплохо было бы. Санстрайк на Рошана от Инвокера. Никого здесь нет. Только не торопится фармить Рошана. У тебя экзорцизм вот будет через 8 секунд. С ним, да, это легко. Слард Дар пытается 11-й получить. Вот он 11-й уровень. Все, можно идти на Рошана. Легкий Рошан. Лучше, конечно, экзорцизм умножать. Но если без него, то тоже заберут. Просто не так быстро. Ходит Хао. Начинает играть. Есть Санстрайк от Миракл снова. Пали, что там есть Рошан. Пойдут ли ОДЖИ? Пойдут ли сюда ОДЖИ? Ну, можно попытаться. С Вентас блинком, с Вентас армлетом. Если она живет ГДС, а как-то ворвется нормальная команда ОДЖИ, то шанс есть. Идут с Маке. Идут с Маке. Рошана бьют. Без арцизма и так быстро. По-моему, упадет Рошана. Смотрим. 2500 хп. 2000 хп у Рошана. 1500 остается. Проиграет Муон. Врыв. На Муу. Нутейл получает стан. И в ЕУ. Диспрофит отправляет себя. Нутейл получает Finger of Death. Минус на Нутейле. Просто в секунды. Муу пока живой. Муу убили. Миракл пытается отсюда уйти. Свап. Миракл пытается уйти. Хао до конца. Подкоп Амиракл. Миракл минус. И грызут и Флая. Флай. Также минус. Это тоже минус 3 от Ньюби. И Крит. С воровал игрок слизмом, кстати. Кака. Кака. Можно погибнуть. Тут Кака догорает. Минус. Да, есть. Есть погоня, конечно. Пошел подкоп самым кончиком. И минус. Крит тоже. Триплкил от Хао. Опять же 2 в 4 и Аегис. Все равно все в пользу Ньюби в этом файте. Определенно в пользу Ньюби. Как-то все очень просто у Ньюби получается. Я не ожидал, что будет настолько все просто. И настолько все по плану. Батрайдер тут вообще он настолько не заезжает. Сколько уже врывов мы видели. Хекс, подкоп, что-то еще. И все. И ты погибаешь. Ты бесполезен. Да, еще повезло то, что Баншу смогли все-таки зафокусить. Потому что... Могла ведь выжить. А Банше дай пожить 2-3 секунды. Она снова фуловая. Тут без Блэкенбаров делать вообще нечего. Кором команды LG. Даже Батрайдеру. И Батрайдеру, и Свану Инвокеру. Этим трех персонажам. А где столько выформить? Это вопрос уже интересный. Когда тебя поджимают со всех сторон. Ответы на этот вопрос я тебе не скажу. Инициаторов. Вот он смок пошел. Опять пытается кого-то найти. Тут же на топ выдвигаются Ньюби. Као. Залез в КП. Все, что они будут за спиной? Мун. Мун, Мун. Улетать. Мун об этом даже не подозревает. Прыжок. Не туда. Мун всех обманул. Может даже сам этого не зная. Не могут его найти. Ночь. Ночь. Вардов нет. Размансил. Ночью не заметят никак. Все, надо как-то уже фармить. Без блокенбаров они файты проигрывают. Но ты видишь. Стабильно. Там шансов нет. Ты получаешь фингер элементарно от Леона и погибаешь. Сейчас могут дождаться просто появления каких-то дезоляторов на Найксе. Опять же Кирасы. И тогда уже Блэкинг Бары не спасут. Тебя просто будут через Райт Клик. Но хотя бы ты будешь бить. Это уже неплохо. Ты хотя бы будешь стоять бить, а не просто АФК, Хекс, подкоп и до свидания. Что в принципе с ним происходит пока. Но если Миракл сейчас соберет БКБ, он будет собирать Аганим. Миракл Аганим это понятно. Без Аганима Миракл будет стоять не в центре файта, как с Ваном. Будет стоять в стороночке, закидывать метеориты, бласты. Айс Волл ставить. Все-таки не тот персонаж у Найкса. Вот он. Все. Дезолятор есть. И, конечно, с Дезолятором ты не только бьешь по героям быстро, но и по башням. Ты строение убиваешь в секунды. Соответственно, будет пуш. И на центр, и на топ, и на ботом все эти башни ТР2 будут падать. УДЖ опять же. Я не уверен, что без блокенбаров они будут воевать. Ну, шансов немного файти без БКВ. Ну, сейчас могут все Т2 забрать тогда. Ну, придется отдавать все Т2, а других вариантов нет. Я не вижу вариантов, при которых УДЖ сейчас могут ворваться и повоевать нормально. Ну, контр-инициация у Ньюби намного сильнее, чем ваша инициация. Как бы вы круто не ворвались. Все-таки Батрайдер это таргет персонаж. Нельзя ворваться и дать лосов пятерых при всем хотении и желании. Поэтому башни отдавать надо. Размениваться максимум. И размениваться эти башни на товаропротивник, либо же на фарм на линиях или в лесу. Вот она, башня падает. Вроде Нутейл стоит и вроде как не против ворваться. Приунил Нутейл, скажем так. Но а как он ворвется? Никак. Экзорцизм есть, если что. Можно зайти на хайграунд по факту-то. По факту-то можно, да. И по факту, в принципе, ситуация такая же получается. Но Ньюби главное тут не ошибиться. Потому что все-таки это Т3-3 башня. Как же она быстро падает. Глипу у команды УДЖ нет. Прегает на Мун. Подцепили Хао. Хао можно убить. Хао можно очень быстро вырыть. Хороший стан. Нутейл вырывается. Замесил Хао. Хао с Аегисом, конечно же. Заткнули Муна. Нутейла. Раскидали треки. Будет Литос. Нутейла идут грызть под Amplify дэмэджем. Как же ему больно. Нутейл. Еще буквально несколько тычек. Получает палец. Минус Нутейл. Задувка по-троим. Му просто загоняет врагов под фонтан. Нутейл сделал байбэк. Но толку. Ты без ГДСа. А ты без Блэкинг Бара. Кто бы мог подумать, что команда Ньюби будет просто команду OG загонять под фонтан на 24-м минуте. Так оно и происходит. Нутейл врыв на Хао. Хао больно. Есть санстрайк. Хао можно убить. Хао отжирается. Очень круто от Нутейлы. Какие же удары от Хао. Нутейл. Есть удар. Нутейл армлет обузит. Живет. Флайстан по Хао. Дэмэдж опять же нет. Минус на инвокере. Минус на бэтрейдере. Минус на миге. Врыв от Нутейла на Кака. Какао бить не получается. Какао. Все-таки не уход. Сварм от Крита. Ветра пошли от Миракла. По двоим. Бараки упали. Бараки упали. Хао на развороте. Крита с двух тычек. Пошел за Миракла. Два. Но он понимает, что это конечное для него. Он отсюда не должен возвращаться. Конечно же нет. Нутейл. Даблкил. Это, кстати, круто. Нутейл снял год ластерик. Получил полторы тысячи золота. После этого убийства. Но. Конечно это не спасает. Барак упал. Барак упал. Байбэк от Инвокера был совершен в этом файте. То есть мы видим то, что до Аганима огромное количество денег еще надо. А Ньюби сейчас показали, что не очень уверены в себе. Я не думал, что настолько будет разница в игре. Я думал, что все будет ровно. Там 30 минута и у нас идет фармежка. И только потом уже начинаются файты. Но оказалось немножко иначе. И пока вот же игра не идет вообще. Герои друг другом не ладят. Да, по Нетворсам, конечно, цифры для такой минуты огромные. Почти 15 по золоту. 7500 по опыту. Этого очень много. У ДПшки практически имеется Блэкинбар. С БКБ ты уже вообще не можешь их запкусить, не считая лассов. Все, у тебя не будет контроля. А лассу тебе надо тратить на лайфстилера. Я думаю, что Ньюби сейчас будут ждать очередного Рошана. И уже с ним отправляться куда-то. Да, честно говоря, сейчас Ньюби могут просто дождаться с экзорцизмами пойти. Учитывая, что у Джи нет байбеков, ты убиваешь Свену, ты убиваешь инвокера и ждешь пока соперник с печалью на глазах напишет good game. Ну вот они идут. Все, экзорцизм есть. Можно идти и заканчивать скан, если это у Джи. Неплохо, но Ньюби это не остановит. Даже если бы они сейчас узнали, что скана завязали, они пойдут. А вот как-то флай не особо. Флай может сейчас подставиться, как и Крид в принципе. Прыжок в атаку. Стал по двое, Меркл поцепили. Меркл минус. Меркл без байбека, флай также минус. Серикем полетел. Крид уходит на форстафе, но нет двух героев воруется. Мана Дрейн самый бесполезный скилл, который Крид мог своровать на этой карте. Байбека нет. У инвокера нет байбека. Тир-2 пушить. Тир-2. У вас минуту времени. Тир-2 заход на Тир-3 легко. Решили отпушить немного ботом. Ну, ушел только один. КПИ. Остальные остаются на центре. Он что-то бежит. У нее есть и blink, и форстаф. То есть мобильность. Запредельно врыв. На крита. Тирикин из почувания пошел. Сайлос крита в ответ. Ну и уходит отсюда ребята. Просто на самом деле бить вышку. Да, просто бить. Все верно. Но бить вышку можно, наверное, даже будут уже и отойти, пойти даже с Рошана. Зачем? Экзорцизм есть. Можно заходить. Ну, для Верочки. Скажем так, для Верочки чисто. Потому что Ньюби не та команда, которая сейчас будут агрессировать просто в тупую. Они все-таки размеренно играют. Не будут подставляться. Они понимают, что может сейчас отдаться пятерым. Шанс маленький, но он есть. Тогда OG камбетчат. Все-таки OG неплохой лейт. Прочее добрать сейчас Кирасу. Добрать какую-то Шиву. Да, да. Докупить артефакты. Артефакты, которые нужны. И после этого пойти на Рошана. Забрать Айгис. И уже тогда идти. Задавить нижнюю линию. Тир-2. Оставить только Тир-3 башни. И закончить игру. Но опять же, если команда Ньюби так будет делать. OG. Что делать им? Пока не знаю. С фармом огромные проблемы. Медасик. Ты пообузить не успеваешь. Вот появляется уже Лотус. Да. Очень круто. Теперь Лайфстиллер может еще сильнее боковать. Потому что он просто будет заходить на хайграунд под Лотусом. Да. И Лассо. Удачи. Хорошего настроения. Ультую не хочу. Ну, надо как-то ворваться Нутейлу очень круто. Дать там стан по двоим, по троим. Чтоб Нутейл бил при этом. Потому что я уверен, у Нутейла пока дэмэджа по героям немного. Я уверен, там тысяч 5-6 максимум. Я уверен, там тысяч 5-6 максимум. Слишком сильно нарастает армор уже. Вот она Кераса, да. То есть сейчас уже вся команда по сути неплохо армирована. Да он даже толком не бил. Он файт получал подкоп. Хекс, фингер и погибал. Так получалось очень часто. Армлет, не армлет, не помогал. Блакенбары, я надеюсь, уже у Нутейла, если нет, то очень скоро должны появляться. Без бока бы я говорил. Бесполезно. Спалил Смоук. Надо юзать дасты. Пошли треки. Кидает на себя Лотус. Вперед. Ну, вырывайтесь. Ой, куда же прыгает Мун. Получает краш Мун. Пара ударов. Муна нет. Нутейл врыв. Неплохие удары. Му поднимается в небеса. Пошел санстрайк. Му не попадает санстрайк по Му. И Му под экзорцизмом Нутейла может грызть. Свапнули Нутейла. Миракл раз. Удар. Подкоп. Фингер. Миракл минус. Крит минус. Минус так же делается и на флайк. Божественно играют Ньюби. Ньюби просто божественно играют. Почему так просто? Почему настолько просто для Ньюби? Для меня это неожиданность. Я уверен, что никто не мог предсказать о том, что настолько однокалиточная карта получится буквально с первых минут. Наши аналитики тебе так и сказали. Тут команды примерно равны. Шанс 50 на 50. И как я и рассуждал еще до игры, то что тут кто захватит инициативу. Вот реально хватает инициативу. Пошли вот эти киллы с баунти-хантером, треки и так далее. У тебя бонус золото. Эти команды, как никто другой, умеют реализовывать свой сноубол, который они получили. Ньюби получили какие-то айтемы, чуть преимущество. Они знают, что они могут задавить. Они идут давить. И у них это прекрасно получается. То же самое, я думаю, было бы, если бы OG захватили это преимущество. А они бы пошли с этим инвокером, с форгидами сносить все, что можно. Забирали бы Рошанов и так далее. Но мы видим то, что Ньюби в первой карте оказываются не чуть, а просто сильнее. Надо уже собраться, потому что для них это удар. Я уверен, особенно для Миракла. Когда ты играешь, у тебя показательная щетка, да, ты не погибаешь, а тут... Тебя начинают месить. Тебя начинают убивать, и ты не можешь ничего сделать. Ты не можешь помочь в команде. Тут Миракла того не было, который там убивает всех и все его хайпи. Тут такого мы не увидели. Да, подробнее об этой карте. Немного меда вам в уши от нашего великолепного стола аналитики. Вам слово, Иван. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok